всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 сейчас будет несколько важных роликов которые нужно иметь ввиду практически всем владельцам катеров итак первый ролик будет касаться ложемента вашего ложемента прицепа на котором находится ваша лодка что вы должны понимать как владелец катера если у вас есть катер лодочный прицеп соответственно самая надежная конструкция которая существует на лодочных прицепах самая безопасная конструкция конечно это нормальный ложемент под словом нормальный ложемент я подразумеваю именно нормальный исправный не склонный к переворачиванию не склонный к разбалансировки ложемент это очень важно потому что скажем так выход из строя ложемента приводит к ряду вещей очень серьезных вещей первое это пробоины и повреждения гилькоута глубокие царапины на корпусе лодки это очень важный аспект и второе это то что если лодка ваша улетела с ложемента в пути такие ситуации к сожалению случаются мне рассказывали владельцы катеров что они видели катера развернуты на которых сломался ложемент и катер просто улетел с прицепа весь катер подойдет в утиль соответственно мало того что он увлечет за собой дорожно-транспортное происшествие которое может привести к каким-то более серьезным последствиям связанными с людскими жизнями и со всеми остальными вещами то есть причина прозаически проста это либо не привязанный катер в процессе дульсировки либо либо неисправный ложемент одно из двух ложементы мы делаем и ремонтируем постоянно и к этому вопросу никогда нельзя подходить вот как бы с бухты барахты вот сейчас на катере вы видели короткий ролик шоссе я показывал вам видимо ложемент который был куплен я так полагаю в каком-то магазине то есть это заводской ложемент сделан он отвратительно отвратительно даже не с той точки зрения что он не подходит на данный катер а сделан он очень просто и дешево я почему просто и дешево у этого ложемента как еще раз говорю посмотрите на шоссе но я сейчас когда буду показывать я расскажу то есть вообще подоплека была следующая то есть на ложементе вот на этот как его называется проблема большими ложемент это брусок дерева обшитый ковролином по сути своей для того чтобы мягко было лодки лежать на нем и вроде бы вы скажете и все нифига не все то есть основные аспекты это крепление этого ложемента и настройка его на вашем катере то есть я сейчас сниму отдельный ролик как расскажу как производить замену ложемента на лодке то есть я обязательно сейчас это дело расскажу потому что это очень серьезный и важный аспект и если вы допустим производите замену там либо еще что-то вам необходимо после всех проведения после процессе проведения работ скажем так они после работ правильно выставить его настроить и поставить лодку на прицеп это крайне важный момент то есть потому что бы еще раз от этого зависит очень много и так чем слаб данный ложемент то есть он беспроблемно конечно выдержит вес данной лодки в этом сомнений нет то есть лодка не очень тяжелая она весит я думаю что в районе тонны и где-то вот для нее это вполне нормально здесь представ был куплен ложемент с расчетом для прицепов грузоподъемностью 750 килограмм конечно это маловато но как еще раз говорил в принципе они все сделаны с определенным запасом прочности и в принципе может быть он и выдержит до вес данной лодки хотя даже если брать изначально вот ложемент который был старый несмотря на то что был он весь убитый и хреновый он было его кто-то делал это было это какая-то самостоятельная разработка кто-то сам делал то есть дума его до конца не довели но при этом он сделан прочнее чем вот то что в принципе по фиксации непосредственно по конструктиву то есть он прочнее был чем тот что я поставил на эту лодку то есть там более толстая труба более вот эти вот системы серег более плотно тонко настраиваемые то есть чтобы я вам рекомендовал если вы задумались о том чтобы перевести лодку допустим на ложемент либо убрать ролики потому что ролики от самой уродливой системы во первых за ними надо следить они постоянно проминаются постоянно выходят из строя начинают клинить резина на них дубеет на американских уже на всех она дубовая и она постепенно начинает корпус коцать царапать и все остальное поэтому замена роликов мы у меня есть на канале ролик видео где мы меняли конкретно вот владелец покатался вот на этом роликом ложименте на ролик на роликом с роликом и прицепе под конец пригнал лодку мы все это дело выкинули и поставили ему нормальный ложемент при этом мы использовали тогда конструктивы которые вот уже были изначально прицепа то есть были стояльные прицепе то есть это мы использовали дом краты которые вот позволяют очень четко регулировать то есть ложемент по-хорошему должен для мощных катеров всегда иметь систему домкратов. То есть у него не должно быть трубы с этими серьгами по-хорошему. То есть по-хорошему должна быть система домкратов, которая, допустим, либо винтовых домкратов, либо еще какая-то система подъема с фиксацией, например, там поднимается, бывает, угольниками, вот вводится все с упорами, со всеми делами для надежности. То есть потому что надежность это крайне важно. Если ложемент клюнул в процессе транспортировки, катер упал, все, либо упал, либо сразу получил пробоину от ложемента. То есть я могу сказать следующее, что вот у меня была ситуация, когда я испортил днище гидроцикла, похерачил, здорово прохерачил, именно когда я вытаскивал лодку и у меня клюнул ложемент. Увидел я это уже вот когда лодка была вытащена, в этот момент уже была глубокая царапина на днище гидроцикла. То есть я когда буду снимать, я покажу, из-за чего это получилось. Я сейчас сниму подробно вот этот ложемент, который здесь представлен. У меня на прицепе как раз был ложемент именно такого же типа. По-хорошему говорю еще раз, то есть нужно покупать, либо делать что-то, глядя на то, как это сделано на тяжелых катерах. На катерах тяжелых, на тяжелых. То есть это вот не серьги, использовать серьги крайне неудобно. Вот здесь по идее вроде бы сделана вот эта вот палка, то есть настроимая. То есть по идее, если бы конструкция была помощнее и по-другому немножко реализована, она имеет право на жизнь. То есть она вроде бы как бы жесткая, то есть на ней вот по серьгам непосредственно ложемент не может упасть вниз, его не может продавить. Но с другой стороны и правильно его настроить, это пересверливать отверстие, то есть выставлять, как еще раз говорю, вот как этот ложемент ставился на катер, я сейчас расскажу подробно. То есть это будет отдельным роликом, потому что иначе этот ролик будет бесконечным. Настраивается он тяжело. В результате настройки происходит ослабление металла, то есть уменьшается металл. Владельце вот данного катера было это все поставлено в известность, что необходимо сваркой усилить все эти узлы. То есть я ему рассказал, что нужно, вот отверстие, которые где нужно чего-то наварить, заварить, для того, чтобы просто усилить этот узел, чтобы, не дай бог, не получилось, что на кочках болтами порвало вот это крепление, и, например, катер упал. То есть это, как еще раз говорю, падение катера сложемента, это фатальная ситуация. Ну вот для лодки, то есть однозначно. А иногда и для владельцев в том числе. Вот, а иногда и для окружающих. Так что здесь вот такая картина. Давайте я сейчас тормознусь и покажу вам его. То есть покажу и расскажу минусы, которые, допустим, вот сразу, которые бросаются в глаза, и немножко расскажу, что здесь надо вот переделать. Ну, как еще раз говорю, про усиление я владельцу уже сказал. Вот, это он сказал, что сварочным аппаратом владеет, он это заварит сам. Вот. А про все остальные моменты, то есть, в принципе, я сейчас вам покажу. Но, еще раз говорю, данный ложемент крайне слаб, даже для такой лодки. Все, давайте паузу. И сейчас я сделаю вставку, покажу, как это все дело у нас получилось. Вот так выглядит ложемент, который вот замененный уже на катере. Вот это лежит старый ложемент. Видели короткие ролики. Вот, ложемент крайне неудачный. Крайне неудачный по ряду причин. Во-первых, вот это вот крепление неудачное. То есть, вот это вот, то, что с отверстиями, это очень сложно настраиваться. То есть, видите, вот, ну, как я говорил, подкладывались струбцины, то есть, выставлялось все. Сейчас катер стоит нормально, то есть, вот он стоит на основных роликах. И ложемент выполняет упорные функции. Болт вот этот, этот элемент будет постоянно раскручиваться. Через какое-то время под этими болтами, вот этими саморезами, здесь ввернуты обычные саморезы. Здесь еще оцинковка. Они сгниют очень-очень быстро, разрушат древесину. Вот, и придет все это дело, вот этот элемент придется весь переделывать. Поэтому, как я вот уже говорил, что более практично изготавливать, ну, вот это как-то пограмотнее, то есть, изготавливать, может быть, все это дело под заказ на усовых болтах. Вот мы делали ложементы через усовые болты, чтобы это все держалось нормально. А вот эта конструкция, то есть, я вот сколько не сталкивался вот с этими болтами, то есть, в конечном итоге, они приводят к серьезным повреждениям корпуса. То есть, что происходит? Этот болт начинает разбалтываться. То есть, ты вытаскиваешь лодку, ложемент падает, и катер херачится вот об эти железные края, процарапываешь нища. Я так один раз похерачил собственный гидроцикл. То есть, я вот его вытащил, а у меня этот стоило только вот буквально чуть-чуть ему ослабнуть. То есть, в процессе вытаскивания гидроцикла, ну, весит там сколько там, 200 килограмм, вот. Хватило, на слипе стояло неровно, и просто с этого выжимента, вот с такого уродливого, он у меня упал. То есть, поэтому здесь, за этими вещами нужно следить. Вот здесь я бы проварил вот этот элемент, но я владельцу сказал, что нужно его заварить. Вот это я бы разобрал, когда лодка будет сброшена с прицепа, и соответствующим образом поставил на усовые болты, и здесь затянул на гайки. Вот, тогда это будет надежно. А здесь вот, если это... Ну, сейчас мы ему выставили весь ложемент, то есть, сейчас он вот стоит все нормально. Вот, показываю. То есть, понятно, что старый ложемент, это все вот это полное уродство. То есть, он понятно, что подлежит четкой замене. Ну, вот эта конструкция, она хороша, но, как говорится, ненадолго. То есть, я бы себе на лодку, ну, такую конструкцию ставить не стал однозначно, и оставлять ее без переделок тоже бы не стало. То есть, лучше поставить какие-то, допустим, домкраты, там, или еще что-то, для того, чтобы получить грамотную регулировку. Там, или еще какие-то системы. Есть различные совершенно системы. То есть, вот такой системы на нормальных прицепах вы не увидите никогда. А это, кстати, очень хороший прицеп. Это американский прицеп алюминиевый. Денег стоит конкретных. А сейчас особенно. Он и раньше денег стоил хорошо. Так что, вот такая ситуация. А так все. Вот это одна сторона. Ну, и с другой стороны то же самое все. Все, показываю. Смотрите, про лазуни. Ну, вот вы только что все посмотрели. Видели вот эти болты, которые ненадежная конструкция. Если этот болт ослабевает, ложемент падает. То есть, допустим, вот вы вытаскиваете катер на слипе. У вас немножко он стал боком. И вот может получиться ситуация, что вот этого бокового, то есть, вес на ложементе уже лег неравномерно. Он проваливается, соответственно, по этим болтам. Даже если они очень сильно закручены. А я у себя закручивал их на гидроцикле. Если гидроцикл 200-килограммовым, его уронило, то что может быть лодкой, которая весит тонну? То есть, вот это как бы наклонить его уже, соответственно, очень-очень-очень просто получается. И здесь, говорю, картина следующая. Вот решить эту ситуацию надо заварить. Просто вот сейчас как выставлено, то есть, лодка сбросится сразу проварить все это мероприятие. Усилить вот эти вот элементы все. Вот эти серьги, серьги, они тоже хреновые. Они, во-первых, очень тонкие. Во-вторых, помимо того, что тонкие, они сгниют. Вот, скажем так, прошлые серьги, которые я снимал вот с данного ложемента при катере, они сломались половина. То есть, просто сломались. Почему сломались? Потому что просто сгнили. Я не знаю, сколько времени, но, видимо, этому ложементу много лет. Но в конечном итоге вы не будете же вот это все помнить, что вот когда я все это заменил, когда я это сделал. То есть, надо просто это все дело выкинуть нахрен и поставить нормальные, заказать серьги, допустим, из нержавейки поставить, поставить, переделать вот эти вот болты нижние. Потому что нижние болты, вот эти саморезы толстые, которые можно купить там за копейки, допустим, в любом магазине метизов, они просто сгниют нахрен. То есть, у нас приходили лодки, эти болты просто вываливаются. Все, вот эта ситуация, которая, как бы, штатная ситуация для таких болтов. Вот. Для этого, говорю, мы это делать не стали. То есть, это все владелец будет доводить до ума сам. У нас стояла задача заменить и настроить, что мы и сделали. Так что, вот такая картина. То есть, это, как еще раз говорю, купил в магазине, либо через интернет, взял напильник и доработал руками. Потому что в таком состоянии, в котором это сейчас, это достаточно опасное мероприятие. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики для того, чтобы вам приходило уведомление о выходе новых роликов. До свидания. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.